Каждый, кто готовится к публичным выступлениям, в той или иной степени испытывает волнение. Поэтому всегда остается актуальным вопрос, как справляться с волнением. В своих предыдущих видеороликах, посвященных ораторскому мастерству, я не раз затрагивал тему борьбы со страхом перед публичными выступлениями. Сегодня я хочу рассмотреть еще одну сторону борьбы со страхом перед публичными выступлениями. Существует такая закономерность. Чем большее значение мы придаем какому-то событию, в данном случае публичному выступлению, тем большую тревогу мы испытываем по поводу этого события. Если понимать эту закономерность, мы получаем ключ к борьбе со страхом перед публичными выступлениями. Он заключается в том, что если мы снижаем степень важности публичного выступления, мы снижаем степень тревоги. Как же снизить степень тревоги? Как снизить степень важности? Для того, чтобы предстоящее публичное выступление перестало для нас быть таким важным, можно определенным образом смотреть на это выступление. Важно понимать, что это выступление не является центральным событием нашей жизни. Важно понимать, что жизнь после этого выступления не заканчивается. Важно понимать, что вне зависимости от того, хорошо мы выступим или так себе, мы продолжим жить. Выступив хорошо или плохо, мы получим опыт публичного выступления. И используя этот опыт, мы сможем выступать лучше в следующие разы. Если смотреть на выступление именно таким вот образом, степень важности неизбежно падает. А вместе с ней падает и степень страха, тревоги, волнения, напряжения. Благодаря этому мы можем чувствовать себя уверенней и спокойней. И как следствие, мы допускаем меньше ошибок во время выступления. Мы можем более качественно донести мысль до публики. Мы будем более внимательными к реакции публики. Потому что чем больше мы волнуемся, тем меньше мы замечаем реакцию публики. Чем меньше волнуемся, тем мы лучше сможем оценивать обратную связь. Поэтому снижайте степень важности предстоящего выступления и чувствуйте себя более уверенными на ваших публичных выступлениях. С вами был Антон Деркач. Если это видео было интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми увидеть предстоящие выпуски. В комментариях под этим видео вы можете оставлять ваше мнение об этом видеоролике. Задавать вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответы в будущих видеороликах об ораторском искусстве. Увидимся в новых роликах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok